Беларусы готовы наращивать взаимный товарооборот с Вьетнамом и сейчас обсуждаются будущие проекты. Двустороннему сотрудничеству придается огромное значение, отметил президент азиатской страны на встрече с премьер-министром нашей и подчеркнул важность связей. Для активизации бизнес-контактов и туризма подписано безвизовое соглашение. Теперь полеты из Минска в Ханой без разрешительных штампов. Беларусь вошла в пятерку мировых лидеров по производству молока на душу населения. 853 при потреблении 238 килограмм. Животноводство – одна из эффективных отраслей сельского хозяйства в нашей стране. Но чтобы получать больше продукции и улучшать ее качество, важно соблюдать технологии и совершенствовать производство. К примеру, до 2026 запланировано строительство 14 новых и реконструкция действующих свиноводческих комплексов. Главная елка страны засияла на Октябрьской площади в Минске. Новогоднюю красавицу украсили более 20 тысяч огней. Это почти три километра гирлянд. А также глянцевые матовые шары, ажурные фрезерованные игрушки. Вокруг дерева развернулся сказочный городок и заснеженный лес. Домики соединили 11-метровые арки, рядом разместились беседки для отдыха. БелЖД работает по новому графику движения поездов. Он будет действовать в течение года. Расписание 762 пассажирских рейсов сформировано с учетом мониторинга спроса и анализа клиентов. Минск, областные центры и другие крупные города свяжут более 60 рейсов межрегиональных региональных линий бизнес-класса. В Бобруйске десятиклассник пострадала взрыва петарды. В больницу школьник поступил с травмами руки. Медики оказали необходимую помощь. МЧС напоминает, использование пиротехники может привести к трагическим последствиям. Травмам и ожогам, включая повреждения рук, лица, глаз и слуха. От запуска салютов могут пострадать и другие люди.